Добрый вечер! В эфире Новоуральская вещательная компания, информационная программа «Объектив». Сегодня 13 марта, среда. В студии Альбина Бабкова я и мои коллеги расскажем о главных городских событиях. Смотрите в выпуске. К паводкам готовы. Специальные службы города в круглосуточном режиме ведут работы по безаварийному пропуску весенних вод. Традиционно, с опережением графика, новоуральские строители активно ведут работы в рамках кампании капитальных ремонтов. Волшебство звука детская школа искусств стала площадкой пятого международного фестиваля конкурса юных музыкантов. В Свердловской области началась подготовка к пропуску вешних вод. Паводок в регионе бывает разным. Выходящие с берегов реки подтапливают дома и сады, к счастью, не каждый год. А вот размывы дорог, озера во дворахе, полные воды подвалы случаются каждую весну. Пик водной стихии, как правило, приходится на апрель, но противопаводковые комиссии уже активизировались. Подготовка к паводку находится на контроле у губернатора области Евгения Куйвышева. По предварительным прогнозам больших бед вода нынче не натворит, и максимальный ее уровень в реках не превысит нормы. В случае неблагоприятного развития событий, интенсивных осадков и резкого повышения температуры, возможно ухудшение паводковой обстановки в низовьях рек Тавда, Ницца, Сосева и Тура. В зоне негативного воздействия могут оказаться только два населенных пункта региона – Тавда и Гари. Однако подтопление жилых домов, объектах жизнеобеспечения, свалок, бытовых и промышленных отходов маловероятно считает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По информации регионального управления МЧС России, на Среднем Урале сформирована оперативная группа главного управления и 17 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов для контроля за подготовкой и ходом весеннего половодия. На всей территории региона для дежурств планируется задействовать 44 стационарных гидропоста, а к ликвидации возможных последствий могут быть привлечены около 16 тысяч человек и более 3000 единиц техники. Муниципалитетам рекомендовано в надежде на лучшее готовиться к худшему. Угроза небольшого подтопления ожидается только в некоторых районах региона – Ирбитском и Туринском, рассказал глава Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский. Уровень паводка превысит норму всего на полметра. Другие реки области смогут избавиться от льда без эксцессов. Замеры уровня воды в реках и прудах сейчас ведутся один раз в сутки, но с 25 марта сведения будут поступать дважды – утром и в конце рабочего дня. На сельских территориях к замерам привлекаются руководители местных администраций. Напомню, всего в Свердловской области 18 тысяч 414 рек и более 500 водохранилищ. Самым разрушительным в этом столетии на Урале стал паводок 2016 года. Тогда от воды пострадало имущество 2796 человек. К счастью, гибели людей удалось избежать. Несмотря на капризы уральской погоды, весна постепенно вступает в свои права и активно наступает таяние снега. Накануне в городской администрации прошло заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Специальные службы города в плановом регулярном режиме проводят мониторинг гидротехнических сооружений в сельских населенных пунктах и водотоках округа. Специальная комиссия уже провела их обследование. Гидротехнические сооружения на территории округа находятся в технически исправном состоянии, за исключением ГТС Восточного Шиширского пруда. Его состояние мы оцениваем как предаваренное. Сейчас заинтересованность возможности использования этого сооружения проявила агрофирма «Уральская». Ее специалистам предоставлены все технические документы для эксплуатации гидротехнического сооружения. Также было отмечено, уровень воды во всех водохранилищах соответствует всем параметрам для зимнего периода. Сброс воды происходит в автоматическом режиме и на начало месяца дополнительных противопаводковых мероприятий не требовалось. Снега в этом году по подсчетам специалистов не так много по сравнению с прошлым годом, а вот средняя толщина льда 65 сантиметров против 60 в 2018 году. Но с неумолимым приближением весны лед, можно сказать, тает на глазах. В связи с этим отдел защиты населения от чрезвычайных ситуаций принимает все необходимые меры. Проведена работа по устройству снеговых брустверов в местах возможного выезда на лед автомобилей. Подготовлены видеоролики «Осторожно, тонкий лед и опасность весенней рыбалки» для трансляции на канале Новоральской вещательной компании, а также для трансляции на интерактивном экране, установленном на фасаде ДК Новоральский. Сотрудниками МКУ ЗЧС подготовлены и распространяются буклеты «Весенний лед и опасен». Среди организаций городского округа на сегодняшний день распространено более 300 памяток. Дополнительные беседы с учащимися школ проводят преподаватели основ безопасности и жизнедеятельности. Нужно понимать, что чем дольше на улице стоит плюс, тем выход на лед небезопасней. Поэтому всегда лучше перестраховаться и узнать о толщине льда, позвонив на водно-спасательную станцию по телефону 983-77. Берегите себя. Никита Евсеев, Александр Илюха. Новоральская вещательная компания. Екатеринбург выбран столицей Всемирного дня городов-2019. Решение было объявлено в штаб-квартире ООН «Хабитат». Программа ООН по населенным пунктам в Нейроби, Кения. Начиная с 2014 года Всемирный день городов отмечается 31 октября. В этот день в Екатеринбурге пройдет большой международный форум городов, в котором примут участие представители муниципалитетов со всего мира, мэры, министры, сотрудники национальных и региональных органов власти, эксперты и журналисты. Очень важно, что местом проведения стал Екатеринбург, который все больше укрепляется в статусе глобального города. Написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев на своей страничке в Инстаграм. Он также добавил, что осень будет насыщенной, так как в это время в Уральской столице планируется проведение международного строительного форума «100+.» Напомню, в предыдущие годы столицей Всемирного дня городов становились такие всемирно известные города, как Шанхай, Милан и Ливерпуль. По программе капитального ремонта многоквартирных домов в Новоуральске в текущем году должен быть отремонтирован 41 объект. Также в рамках этой программы будет проведена замена 33 лифтов в высотных новоуральских домах. По традиции, в регулярном режиме площадки, где ведутся работы, проводятся выездные совещания с участием представителей власти, управляющих компаний, строителей и жителей ремонтируемых домов. О подробностях прошедшего объезда расскажет Никита Евсеев. В этом году несколько домов ремонтируются по улице Строители. В 2016-м на Строители 25 были заменены все сети и отремонтирован подвал. В этом году будет заменено кровельное покрытие, утеплят чердак, также отремонтируют фасад. Согласно утвержденному графику, сдать все работы необходимо до ноября. Зайти же на объект Строители должны были лишь летом, но работы ведутся уже вовсю. В строительстве часто бывает такое, когда уже после составления сметы обнаруживаются скрытые дефекты. Как заверяют представители фонда содействия капитальному ремонту, дополнительные работы будут оплачены. Нужно составлять акт выявления ДОП, непредвиденные, которые не предусмотрены, делать фотофиксацию и составлять, сколько будет по сумме стоить. То есть работа будет оплачена. Хотя, как говорят представители управляющей жилищной компании, в последнее время наблюдается тенденция, когда сначала сотрудники фонда капремонта говорят, что оплатят работу строителям в рамках ДОП-соглашений, а затем в этом отказывают из-за оплаты и рекомендуют обращаться в УЖК. В связи с этим управляющая компания займет жесткую позицию и при повторении подобных ситуаций дома приниматься не будут. Мы не можем оплачивать работы капитального характера, которые должны быть. Решили подобные недоразумения решать в рабочем порядке и на более высоком уровне. Что касается хода ремонта на другом объекте строителей 27, то здесь также работа ведется с опережением графика. Ремонт здесь будет комплексный, то есть меняться будут и сети, в том числе и электрические. Но в проекте по замене проводки есть несоответствие, который привели к тому, что работы в этой части пока приостановлены. Строители ждут новый проект и гарантии от фонда по оплате дополнительных работ. Уже ведется замена кровли на Клары Цеткин 37. Ремонт здесь также комплексный. Ремонтируют и меняют абсолютно все. Этот дом особенный в том плане, что жители здесь позитивно настроены на капитальный ремонт и ждут его с нетерпением. А вот собственник магазина на первом этаже не предоставляет допуск строителям для замены системы отопления. В администрации пообещали детально проработать этот вопрос и решить возникшую проблему. Активно ведется ремонт домов на улице Ленина в районе второй поликлиники. Здесь тоже есть проблема, связанная с торговыми помещениями. Обещаниями собственники магазинов не убирают козырьки над входом в помещение, а они мешают проведению фасадных работ. Мы кое-как заставили директоров магазинов снять баннеры со скандалами, но козырьки. Они сказали, у нас денег нет, мы не будем снимать их за свой счет. Мы, соответственно, а мы или сандисанем не можем. И здесь городские власти пообещали посодействовать в этом вопросе. Тем более в юбилейный для Новоуральска год хотелось бы, чтобы уже перед праздничными торжествами дома на гостевом маршруте были отремонтированы. В этом есть определенные сложности. В частности, нехватка в городе штукатуров. Да и с другой стороны, если над городом парят строительные краны, а дома находятся в лесах, значит, город жив и развивается. Говоря же об итогах прошедшего объезда, первый заместитель главы администрации округа Вадим Хатипов отметил, как позитивные моменты, так и тенденции, которые вызывают недоумение. Отмечаем перевыполнение по срокам графиков. Подрядчики зашли в более ранние сроки, чем установлено графиком производства работ. Но вскрываются проблемы. В этот период, значит, подрядчики, отработав уже почти два месяца, да, имеют большие трудности по закрытию объемов, соответственно, с получением денежных средств за выполненные объемы. Об этом будем говорить на видеоконференции, задавать вопросы. То есть подход изменился по объемам. В чем суть, с чем связано, будем уточнять в фонде. Что касается замены лифтового оборудования. С прошлого года 8 лифтов перекочевали на этот год и уже приняты Ростехнадзором. Еще 33 лифта будет заменено в рамках кампании 2019 года. Никита Евсеев, Александр Илюха. Новоральская обещательная компания. В Заречной Пензенской области ждет новоуральцев. Тех, кто станет победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства. В Новоуральске он стартует 16 марта и продлится ровно неделю. Подробности далее. Новоуральск активно готовится к новому конкурсу для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома». На этот раз будет фестиваль изобразительного искусства. Муниципальный этап начнется в субботу 16 марта. На разных площадках города новоуральцы разного возраста будут приобщаться к прекрасному. Фестиваль открытый. Поболеть за участников и увидеть процесс своими глазами может любой желающий. Первую работу дети рисуют самостоятельно, представляют на выставку, которая будет открыта 16 марта в детской художественной школе. А вот вторую свою работу они будут непосредственно рисовать уже перед наблюдателями, перед членами жюри самостоятельно, полностью. Муниципальный этап всероссийского конкурса пройдет на нескольких городских площадках на базе художественной школы, центра внешкольной работы и Центрального парка культуры и отдыха. Кстати, в парке впервые будет организован необычный конкурс – стрит-арт. Это уличная роспись. Победивший эскиз будет перенесен на стену Центрального парка. Напомню, муниципальный этап Всероссийского фестиваля изобразительного искусства пройдет в Новоуральске с 16 по 21 марта. Болеем за земляков, которые затем будут представлять малую родину в Заречном Пензенской области. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Насыщенной спортивной жизнью живут ветераны Уральского электрохимического комбината. В помещении на улице Льва Толстого у них имеется все необходимое оборудование, чтобы заниматься игрой на бильярде, настольным теннисом, общей физической подготовкой и другими видами спорта. Но, по словам ветеранов, скоро этого комплекса может не быть. В чем дело разбирался Виктор Малышев. Бывший детский сад, расположенный по адресу улица Льва Толстого, 18А, уже давно используется ветеранами Уральского электрохимического комбината как спортивный центр. На двух этажах здания расположены столы для бильярда и настольного тенниса, места для игры в шашки, шахматы, дартс и отдельное помещение для тренажеров. Здесь регулярно проводятся различные соревнования. Одно из них – турнир по бильярду памяти Александра Мандриченко. Турнир, посвященный памяти Александру Николаевичу Мандриченко, который прошлый год скоропостижно ушел из жизни. Он был активным нашим бильярдистом. В турнире приняло участие 48 человек. Эти 48 человек мы разделили на три группы по 16 человек, чтобы организовать олимпийскую систему. Среди посещающих этот объект есть и те, чей возраст уже перевалил отметку в 90 лет. К примеру, очень любит поиграть здесь в бильярд Фома Кузьмич Павлов, которому в этом году исполнится 93 года. С 48 года я живу здесь. Работал в 19-м цехе. В общем, любитель спорта. Занимался в футбол, в хоккей. И вот любимая игра – это бильярд. Кроме этого, по старой договоренности это место посещают и представители других ветеранских организаций. Несколько лет назад я обратился к председателю правкома Мельникову Борису Владимировичу с письмом, чтобы разрешил заниматься ветеранами ФСБ совместно с неработающими пенсионерами комбината, участвовать вместе в спортивных мероприятиях и так далее. Он, естественно, конечно, разрешил. И вот несколько лет уже несколько ветеранов ходят, занимаются здесь совместно с ветеранами комбината. Помещение здесь прекрасное. Оно обособленное. Площадь. Видите, какие светлые здания. И всегда народу очень много. В скором времени это место может перестать существовать. За разъяснением ситуации мы обратились к председателю Объединенного комитета профсоюза номер 123 ОХК Александру Пинаеву. Он пояснил, что помещение, которое действует сейчас, уже в скором времени будет непригодно для эксплуатации. Чтобы сохранить для ветеранов возможность заниматься спортом, разработан план реконструкции помещения бывшей парикмахерской в здании по адресу Ленина 13. Планируется, что профсоюзная организация неработающих пенсионеров ОХК полностью займет это здание и в итоге будет создан единый комплекс, в котором будет проведен капитальный ремонт и закуплено новое оборудование, в том числе и новые бильярдные столы. Принято было решение на очень дорогой ремонт на Ленина 13, где у нас работают наши работники, это помп, это наши ветераны. И там есть хорошее место, где раньше была парикмахерская, его нужно очень хорошо отремонтировать со всеми требованиями и пожарной безопасности, и экологической безопасности. То есть со всеми требованиями оставить именно тот объем, который у нас есть на Льва Толстого. Понятно, это будут чуть-чуть сжатые такие места, но все требования, которые необходимы по безопасности, они выдерживаются. Конечно, для ветеранов очень важно, чтобы была возможность заниматься спортом. Для них это не просто времяпрепровождение, а зачастую смысл жизни. Проводя любые преобразования, необходимо доводить это до людей. И, конечно, делать это так, чтобы ветераны не почувствовали ухудшений. О том, как будет развиваться ситуация, мы обязательно расскажем в наших следующих эфирах. Виктор Малышев, Александр Илюха, Новоуральская вещательная компания. К теме искусства, волшебство звука. Так называется пятый международный фестиваль-конкурс юных музыкантов. В течение 2019 года в нескольких регионах России – это Челябинская, Свердловская, Мурманская и Самарская области, Красноярский, Камчатский и Хабаровские края, Республика Башкортостан, Адыгея и Карелия, а также в Китайской Народной Республике состоялись прослушивания отборочного тура фестиваля. Новоуральск участвует в проекте с его основания в 2015 году. 11 марта детская школа искусств Новоуральска приняла на своей площадке фестиваль в пятый раз. После окончания конкурсного тура состоялся концерт членов жюри. Суть конкурса – отобрать лучших юных музыкантов в номинациях фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты, ансамбль, юный концент-мистер. От Новоуральской школы искусств в фестивале участвовали 59 человек, восемь солистов, четыре музыкальных ансамбля, два детских оркестра. Я прогневил чем-нибудь тебя, ты верно полюбил сердце другое. Мария Антонова, Александр Илюха, Новоуральская вещательная компания. Привет, Новоуральск! Горожане разных профессий поздравляют родное Тамград с юбилеями 65-70. Совместный проект Новоуральской вещательной компании «Дома культуры Новоуральски» продолжается. Привет, Новоуральск! Меня зовут Олеся Присокнина, и я учусь в роковой школе нашего города. Я поздравляю свой родной город с днём рождения. Желаю успехов, процветания и счастливых людей. Напоминаем нашим телезрителям, что завтра, 14 марта, в связи с трансляцией хоккейных матчей, нашим сетевым партнёром телеканалом УТВ, программы НВК в эфир выходить не будут. Смотрите нас в пятницу, 15 марта. Эфир начнётся в 19 часов 30 минут. Вы увидите программу «Грани» в студии НВК, специалисты Уральского электрохимического комбината, получившие высокое звание «Инженер года России-2018». А затем смотрите программу «Школа успеха». Она посвящена прошедшему масштабному мероприятию ТАРТА «Инкрустатома». В 20 часов, как всегда, в эфир выйдет программа новостей «Объектив». А на этом наш выпуск подошёл к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова